Чёрные банкиры, сразу 10 участников группировки, задержаны сотрудниками МВД. Действовали преступники по всей стране, занимались отмыванием денег. Причём речь идёт о сумме с 10 нулями, 50 миллиардов за два года. Кадры оперативной съёмки в репортаже Александра Черепниной. Такого визита они точно не ждали. Дело было поставлено на поток, схема отработана, подпольный банк только расширял сеть. Его сотрудники теперь с руками за спиной отправляются этапом из Северной Осетии. В Москву. Следствию уже известно. Карьеру банкиров они решили строить два года назад. Создали финансовую организацию без лицензий, зато с широким пакетом услуг. Через десятки фирм-однодневок выводили деньги за рубеж, обменивали валюту и не только. Участники сообщества занимались кассовым обслуживанием и конвертацией, и инкассацией денег. За свои услуги взимали от 6,5 до 8,5% от каждой транзакции. И процент каждый раз составлял немалую сумму, судя хотя бы по внешнему виду особняка одного из участников преступной группы. В ходе обысков у задержанных была обнаружена валюта. Сумма в пересчете на рубли около 65 миллионов. Есть информация, что всего за два года черные банкиры отмыли больше 50 миллиардов рублей. И деньги предназначались не только для личного обогащения, сколько для финансирования террористов, в том числе боевиков ИГИЛ, организаций, запрещенной в России и других странах. Так ли это сейчас проверяется? Банда работала не только в Северной Осетии, еще в Москве и Московской области, в Ростове, в Дагестане и Чечне. Сотрудниками МВД России было проведено более 60 обысков жилых и офисных помещений. Были изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц банк-клиент. По решению суда на данный момент арестованы 10 участников преступной группы. Кто еще мог быть причастен к работе подпольного банка, предстоит выяснить следствию.